Найди себя Я много думал о голосе, задавался вопросом, есть ли у меня свой голос. Но теперь понимаю, найти себя можно, только если искать. Голос внутри нас. Говорите о том, что любите, и ваш голос последует за вами. Когда кинокритик Роджер Эберт перенес несколько тяжелых операций по удалению раковой опухоли, он потерял способность говорить. Он потерял голос. Физически. Навсегда. Раньше значительную часть дохода ему приносили выступления на телевидении, а теперь он не мог произнести ни слова. Для связи с друзьями и близкими он должен был писать ответы на листке бумаги или напечатать на своем ноутбуке. Специальная программа озвучивала механическим голосом его слова через встроенные колонки. Лишенный возможности вести обычные беседы, он с головой окунулся в написание постов в Твиттере, в Фейсбуке и в своем блоге на сайте rogerber.com. Он публиковал посты с невероятной скоростью, рождая бесчисленные тысячи слов обо всем, что приходило ему в голову. О своем детстве в городке Эрбен, о любимом ресторане Stick'n Shake, о встречах с известными киноактерами, о мыслях насчет неизбежности смерти. Сотни людей комментировали его посты, он писал им в ответ. Ведение блога стало для него основным способом общения с миром. Он писал, в сети я могу по-настоящему выразить себя. Эберт знал, что жить ему осталось недолго и хотел поделиться всем, чем успеет за отпущенный ему срок. Журналист Джанет Майслин написала, Эберт пишет так, будто написать вопрос жизни и смерти. Так и есть. Эберт ввел блог, потому что не мог не делать этого. Перед ним стоял выбор, Быть услышанным или нет. Существовать или нет. Звучит категорично, но сейчас ваши работы не существует, пока ее нет в интернете. У всех у нас есть возможность высказаться, показать себя, но очень многие ее не используют. Если вы хотите, чтобы люди знали о вас и о том, что для вас важно, вы должны этим поделиться. Осознание того, что я скоро умру – самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в жизни. Потому что все остальное – чужое мнение, гордость, боязнь смущения или провала – тускнеет перед лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Помнить о смерти – лучший способ избежать мыслей о том, что вам есть что терять. У вас и так ничего нет. Стив Джобс, основатель компании Apple. Читайте, некрологи. Если все, что я вам сказал, пугает вас и кажется неподъемным, подумайте об этом. Когда-нибудь вы умрете. Большинство из нас предпочитает игнорировать эту правду жизни, но мысль о неизбежном для нас конце помогут нам взглянуть на жизнь шире. Мы все читали истории о том, как околосмертные переживания меняют жизнь людей. В подростковом возрасте Джордж Лукас едва не погиб в автомобильной аварии. Он решил, что теперь каждый день это еще один день в подарок. Посвятил себя кинематографу и взялся за постановку «Звездных войн». В 16 лет будущий солист группы «The Flaming Leaves» Уэйн Коин пережил вооруженное ограбление ресторана «Long John Silver's», в котором работал. Он рассказывал, «Я понял, что сейчас умру. И когда я осознал это, я полностью изменился. Я подумал, что не буду сидеть и ждать, пока что-нибудь произойдет. Я буду действовать. И мне плевать, если люди решат, что я идиот». В своей книге «The Long Nothing» Тим Крейдер говорит, что самым лучшим, что случилось с ним в жизни, было ножевое ранение в горло. Целый год после случившегося он был счастлив, а в жизни все складывалось. Можно подумать, что случай, когда вас едва не убили, навсегда изменит вашу жизнь. Но озарение держалось недолго, пишет Крейдер. Со временем его снова поглотила рутина. Говоря о своем околосмертном опыте, писатель Джордж Сондерс заметил, три или четыре дня после мир казался восхитительным. Как будто я вернулся с того света. Я подумал, вот в чем секрет. Надо научиться все время находиться в этом состоянии. Все время ощущать, что жизнь когда-нибудь закончится. К сожалению, я трус. Я не хочу пребывать на грани жизни и смерти, как бы мне не нравился, связанный с этим состоянием экзистенциональный восторг. Я хочу чувствовать себя в безопасности и держаться от смерти как можно дальше. Я совсем не хочу дразнить ее, играть с ней или приглашать зайти ко мне раньше, чем она планирует. И в то же время я хочу всегда помнить, что когда-нибудь она за мной придет. Поэтому я читаю некрологи каждый день. Это занятие сродни околосмертному опыту, но только для трусов. Оно позволяет мне думать о смерти, держась от нее на расстоянии. Вообще, некрологи рассказывают не о смерти, а о жизни. Художница Майра Кальман пишет, «Некролог всегда говорит о том, каким человек был великим и благородным». Когда я читаю о достижениях людей, которых уже нет в живых, мне самому хочется сделать что-нибудь стоящее. Постоянные напоминания о смерти заставляют меня хотеть жить. Попробуйте читать некрологи каждый день. Вдохновляйтесь историями людей, которые до вас пытались понять, что к чему в этой жизни. Они все сначала были любителями. Они добились своего, потому что приняли себя и не боялись рисковать. Последуйте их примеру. Второй пункт. Важен процесс, а не результат. Многие люди привыкли видеть только результат работы. Они никогда не видят, чего вам стоит достичь его. Майкл Джексон, поп-музыкант. Майкл Hands Они никогда не виноват, Це очень важный момент. Ты должны зависеть Одна пункт.